всем доброе утро друзья я тут пришла кровушку сдавать с утра боролись больно стаканчик крови с меня сегодня возьмут офигеть смотрите с кем я чарли скажи всем привет чарли не хочет короче в общем меня с утра муж привез на работой на работу кровушку сдать подождал с чарли и так как это рано то ничего страшного в общем подождал я иду с чарли сейчас прогуляюсь заодно с ним пойду домой позавтракаю и поеду в лидл мне надо в лидл кое-что посмотреть здесь у нас вкусняшки продают а так как погоду сегодня обещают вот такую хорошую солнечную то естественно что стирочка стирочка мы стирка знаете как-то свежо прохладненько стирочка поставлена пойду завтрак потом немножко марафет наведу и будет все в ажуре вам тепло хорошо сейчас нагреется сейчас нагреется быстренько все я сейчас в лидле кстати я хотела одну штуку тоже для это для холодильника ковыряются очень знаете хочу хотела посмотреть он день таки тележки взяли нет уж такое нужно так как дело кастрюле кастрюлю хотела посмотреть а вот они брать девушка столь а я хочу вот это кастрюля в общем сейчас вам скажу короче друзья это чугунок чугунок из чугуна вот такая вот кастрюля вот она прикольная я думал она маленькая но она классная и она для индукции плиты подходит там короче есть еще бы больше но я посмотрела я думаю я хотела побольше взять но она прям совсем огромная там женщина смотрит я возьму вот эту конечно весит она вообще очень много сковородки привезли так что вот я ее прихватила цена что-то около 30 евро я вам дома расскажу пошла тележку взять потому что это кастрюля настолько весит вообще жесть так пойду еще дальше там полазию потому что женщины собрались возле этих чугунков они тоже хотят а еще вот я чего хотела вот такие штуки в холодильник третий крышки кстати вот у меня есть такая очень удобная по 7 евро так вот смотри не пойму как это все делается как это смотрится это одна что ли пак а вот две вот таких стоит 3 евро ну-ка сейчас внимательно посмотрю двумя руками а теперь я валькам познаете для чего ой блин я ржу так тик ток снять до про творог он меня так заходит в тик токи столько просмотров вы не представляете из какого-то творога у меня такой ржать ой не могу и смех и грех так что пойду людям сниму где тут колбаска варенок опченая где тут творог где тут сметанка что тут еще от есть тут много чего есть вареники есть очень вкусные с творогом и грушей в общем кипец пойду все он и снимаю людям пусть пользуется как говорится ну и себе фруктиков прикуплю конечно же а как без этого смотрите из необычного что же это за палки такие а это тростниковый сахар здесь его очищают и вот так потом как конфетки посасывают смотрите есть вот такие какие-то палки девушка отвали есть вот такие палки наверное какой-то сорт вот видите тростниковый сахар здесь наш нас кстати очень много раньше тростника росло было даже фабрика тростникового переработки тростникового сахара хуже она стоит что-то я не вижу эту палку сколько 350 грамм вот здесь тоже наш матрильф видите ну это маленькие апельсинчики китайские вот не знаю сколько на палка это стоит вот так просто ее счищаете и потом посасываете я сняла тик ток так что можно теперь спокойно но по-моему все снять хотя нет видео маленькие короткие и все как бы не помещается так мне нужны специи куда же мне бежать за ними лавровый лист я никак не могу купить который раз про него забывают где же так нет здесь уже собачьи и вида специи где-то они здесь должны быть вот вся еда тайская китайская так нет специи не здесь пошла искать значит следующем ряду и вот вот короче вот такой вот у меня казанок там его надо сначала короче ну вы знаете да с казанок сначала надо как это приготовить несмотря на то что вот он какой-то тут из мальтика это ну вы поняли да как же это называется то ведро были не помню как по-русски короче его надо сначала здесь воду вскипятить потом маслом намазать чтобы масло этого но вы знают все знают как новый чугунок надо оприходовать классно давно его хотела плов мем буду готовить классно плов утятница помню нас была тоже такая чугунок кстати знаете он насколько стоит а 30 евро 29 90 я короче прежде чем купить в лидл я естественно залезла в интернет посмотреть сколько стоят такие чугунки и короче они там ого-го сколько дорогие я уже давно хотела этот чугунок но там такие цены 60 70 маленькие такие вот а тут в лидле за 30 евро мне кажется и у красненький красненький в общем в духовке можно готовить вкусненькую еду вот так что я очень рада купила хлеб мужу вот такой тоже в лидле а у него оказывается там до хрена и больше хлеба 79 копеек папайю купила я как-то разок покупала она мне не особо понравилось но вкусы меняются вдруг как сказке на 2 евро вытянул 2 килограмма надо же тяжеленький ничем не пахнет если честно но начата напоминает тыкву с морковкой вареную такую но мне-то раньше ты не нравилась а сейчас вдруг мне же вон и тыква нравится кстати на завтра наверное буду готовить вам и себе естественно супчик вкусненький вот такие купила тоже в лидле это даже не столько мне для холодильника сколько вот для организации например вот смотрите у меня вот здесь видите стоят все эти сейчас все мандыкнется для сладко для выпечки я купила еще такие всего подойдут и 3 евро мне кажется хорошая цена чеки хлеб нам надо в морозилку кинуть потому что что-то очень много хлеба так масло подсолнечное купил сливочная рубль 60 нет рубль 35 ананас вытянул на рубль 68 и все по-моему в лидле я больше ничего не купила да отвалился откуда у нас ананас интересно коста-рика коста-рика у нас ананас из косты рики в алькампу я купила много бананов канадских платана деканария они там с предложением были в лидле кстати тоже так даже дешевле были но они там такие зеленые то знаете они не поспеют они начнут портится слишком зеленые сняли вот латана деканария у нас почем рубль 45 и рубль 21 на 2 80 скажем так массу минус красную картошку взяла 2 99 там два килограмма вот такие вот вафельки это для мороженого я вам показать их вот так достаю потому что я люблю чтобы мороженое не хрустело я покупаю вот такой вот в алькампу мороженое как наш пломбир кстати тик ток сегодня загружу покажу людям тоже пускай радуются там такой шухер с этим творогом мама вот и вот сейчас они отсыреют скажем так и потом буду делать купила сухое молоко друзья буду делать одну аферу нашла на просторах интернета сгущенку попешенную буду готовить вот взяла кстати дорогой сухое сухое молоко оно знаете сколько стоит 459 здесь 400 грамм кальций витамин к без обезжиренные 4 4 4 а нет 400 грамм на 4 литра молока интересно детки пляшет валерьяночки и яблоки яблоки на на 222 это мансана фуджи яблок яблоки фуджи и они не обработаны ничем то есть они не блестящие такие некрасивые знаете то есть можно их с шкуркой есть я люблю яблоки с шкуркой и лавровый лист купила лавровый лист 89 копеек вот такой пакетик и усом такие вот у нас покупочки на обед я сейчас кастрюлю буду оприходовать буду оприходовать кастрюлю да то что времени еще мало для еды еда у меня есть я буду видать рис с этим курицу помните делала в этом в молоке кокосовом у меня еще осталось еще на два раза и вот такие дела а вы пробовали когда-нибудь попаю я один раз в жизни всего и я вот помню что на цвет как бы она такая красивая знаете думала она по вкусу как манго манго я обожаю но нет сейчас пробуем надо вот эти семечки выбросить если честно вкус я вообще не помню какой он ну говори пахнет как тыква сочная закипела мая кастрюлю кстати вкусно так чуть-чуть сладенько не знаю на что похоже если честно но вкусно ставить знаете не тот вкус который вот у меня где-то там остался но ничего можно покушать говорят она очень полезная папайя из нее там всякие блюда готовят все дела буду так кушать когда захочется покушать чтобы всякую гадость не не лопать у меня ее нету я ее особо не лопаю а а вот поэтому буду папаю есть а вот разогрела себе рис закипела первый раз надо два три раза сказали написано там вскипятить воду это наверное слить до новую залить блин сколько расхода воды закаливаю там свой этот игрушку свою но все мне загорелось я хочу плов готовить заехала сейчас купила мясо косточки сейчас морковку чищу сейчас собаку плов на завтра а чё сейчас он прокалится вот не посмотрим что у меня там получится прям очень интересно сейчас пока начищу все нарежу все у меня падает все у меня летает и будет классно надеюсь снег кружится летает это телефон блин заряжается сел а так бы музыку включила а то что то скучно и о кстати у меня сегодня бабушка объявилась та которая помните ему говорили клиентка у меня как у нас начинается волна какая-нибудь этого короны она мне звонит и говорит ну который я домой прихожу укладывать она мне говорит ну типа не все не ходи все корона ушла послабление пишет дочка ее нам говорит надо это маме подстричься мне крыпа краситься как ты думаешь пора уже я хотела написать ну да волна то прошла можно уже и марафет навести вот так что в среду после обеда опять поеду на работу они потому что такие боязливые хотя ее мать ей матери уже давно за 80 ее может даже уже и привили у нас сейчас прививают кому за 80 так что может она нам ко мне боль скоро будут все мои бабушки привиты и никакой опасности я не буду предоставлять так пошла за лучком что-то я не пойму там какая-то это не знаю он вроде дыма пока нет он до дыма может должен идти или как сейчас еще брызгну там еще написано что не на высокой надо температуре чтобы он постепенно нагревался этот казанок будем тогда постепенно увеличивать мощность хотя на огне когда его поставят он же там бушует там же нельзя огонь это ну ничего за разберемся знаете когда я купила себе робот вот этот вот я тоже с ним не знал как нему подойти думаю нафиг надо а сейчас все угодно что угодно туда запхаю еще кусочек села папай и пойду сейчас белье сниму потому что скоро темнеть начнет смотрите что я сделала вы думаете это сгущенка ну да только это ппшная сгущенка из сухого молока она правда похожа и без сахара обалдеть что только не придумают люди представляете буду с утра пить кофе с молоком вот таким ой какой плов получится а друзья какой плов я уже в предвкушении там идут процессы кстати смотрите это сгущенка мало того что она вкусная так она еще и пенку дает смотрите какая пена хотя это чай вот это английский чай вот но такая пена видимо из-за того что его но я взбила вот за ваше здоровье хотя я особо не люблю пенки разные не в кофе не в чай не знаю почему знаете еще с детства когда бабушку коров доила у нас помню москвичи родственники с москвы приезжали вот братья мои троюродные по моему они какие-то там уже в общем на седьмой воде кисель и вот они типа городские были да с москвы ля 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 тополя и вот бабушка на доит коров да и они вот эту вот пенку ложками прям ели ели я так на них смотрела и думаю как это противно как это невкусно и вообще молоко из-под коровы не любила я его если я вообще молоко не пила в детстве я и сейчас особо как бы но то если в кофе там или все такое они прям знаете ложкой и вот с детства я не люблю всякие эти пенки вот у меня почему-то вот ассоциация пенка на кофе или еще где-то это вот хотя знаете что я люблю молочный коктейль как вот раньше прям там одна пена я раньше делала дома у себя блин они такие супер-пупер калорийные такие вкусные вот из этого мороженого который я валькам покупаю она как пломбир такие коктейли вот там вот эта пена мне нравится пловчик мой как будет да моя счастье там пости я сняла бельем надо его теперь разложить да ты мое счастье у нас такой опять ветроган поднялся все там летает он сейчас конечно не летает смотрите какой красавчик ты чё такой красавчик то ты красавчик а где-то папи ай-дон дэдон-де-дон,дэдон,дэ, оно,это,на,это,н,это,это,ноа,аа... воиню воиню Я ему говорю, чтобы он спел Он знает это, кстати Мы учим новую команду петь И вот он Так что-то пытается Но мне сейчас неохота его учить Поэтому он вот так вот выделывается У нас же завтра 23 февраля Всех защитников Отечества Поздравляю с этим праздником Это, по-моему, если это День защитников Отечества То это не только мужской день Но и вообще Сейчас очень много женщин, которые тоже защищают Как говорится, родину Поздравляю вас с этим праздником Желаю вам здоровья, много сил И поменьше работы Ой, мамочки Смотрите, какая красота Ой, а запах Ой, как пахнет Мама, дорогая Как я завтра буду кушать Вот Но это вы увидите завтра Всего самого лучшего И всем пока-пока